Представляем брусок строганый, сорта AB сечением 50 на 50 миллиметров и длиной 2000 миллиметров. Материал хранится на закрытом, хорошо проветриваемом складе, поэтому максимально защищен от воздействия внешних факторов. В видео обзоре мы показываем именно те бруски, которые имеются у нас продажей, которые мы доставляем нашим клиентам. Строганный брусок прошел камерную сушку, поэтому имеет низкий уровень влажности 12-18%. Это значит, что отсутствие лишней влаги не позволит развиваться плесень и грибку на материале. Брусок изготовлен из натуральной древесины, поэтому на нем могут встречаться природные дефекты и это вполне естественно. Оценка дефектов производится по трем лицевым сторонам. Давайте рассмотрим максимально допустимые дефекты на лицевой стороне строганного бруска камерной сушки сорта АБ. Светлые сучки, в том числе с трещинами, в нерегламентированном количестве. Темные сучки диаметром до 20 миллиметров нерегламентированы по количеству и диаметром более 20 миллиметров до 4 штук на 1 погонный метр. Мелкие выпавшие сучки на кромке не более одной штуки на 1 погонный метр. Смоляные карманы шириной до 2 миллиметров и длиной до 15 миллиметров нерегламентированы по количеству. Шириной до 5 миллиметров и длиной до 60 миллиметров не более 3 штук на 1 погонный метр. Несквозные трещины шириной до 1 миллиметра и длиной до 3 длины изделия. Сквозные торцевые трещины шириной до 1 миллиметра и длиной до 70 миллиметров. Сколы глубиной до 3 миллиметров и максимальным размером 30 на 30 миллиметров не более одной штуки на 1 погонный метр. Легкая синева до 5% лицевой поверхности. Покоробленность продольной по пластике прогиб до 50 мм на 1 погонный метр. Несмотря на покоробленность, при затягивании саморезами брусок примет ровную форму. Еще раз подчеркнем, обозначенные допуски по дефектам применимы для трех лицевых сторон бруска. На четвертой, тыльной стороне, помимо упомянутых дефектов, могут встречаться еще и не про строги, так как эта сторона строгается для достижения четких размеров. Также на тыльной стороне может присутствовать обзол в незначительном объеме. Эти дефекты скроются при монтаже и не будут видны при эксплуатации. Отметим, перечисленные дефекты не обязательно будут присутствовать на строганном бруске сорта АБ. Они могут как встречаться, так и отсутствовать на нем. Дефекты никак не влияют на прочностные характеристики изделия. Строганные бруски сечением 50 на 50 мм используются в качестве лак для пола. Обратите внимание, строганный брусок имеет нешлифованную поверхность. При использовании в качестве лак для пола дефекты древесины и легкая шероховатость материала скроются за обшивкой. Но если вы решили приобрести строганный брусок для создания декоративных элементов, его необходимо отшлифовать во избежание поднятия ворса при покраске. Также нужно быть готовым к тому, что допустимые дефекты будут видны на поверхности, что скажется на эстетичности конструкции. Для декоративных целей мы рекомендуем использовать сращенный декоративный брусок, на котором отсутствуют видимые дефекты древесины. И ваша конструкция будет выглядеть идеально.